Это именно конструкция, которая есть, потому что это, друзья, очень важный момент, и здесь я это говорю не понаслышке, потому что я уже много раз показывал фотографии, где мы с Анатолием Доварищем Юницким фотографировались более 15 лет назад на строительстве первых анкерных опор, на испытания первых юнибусов, на обводке, на продувке в аэродинамике. И тогда я не придавал этому вообще никакого значения, ну просто как бы там щелкали, щелкали там, так сказать, как бы это. Но потом, когда через какое-то время, я, к сожалению, многие фотографии утеряны, просто некоторые, которые сегодня находятся, и то очень многие мои фотографии остались именно в семейном архиве Юницкого. И я оттуда попросил мне скачать фотографии, вот таким образом у меня хоть что-то получилось вот из этой 15-летней давности, потому что Юницкий-то эту хронологию вел, и он, как ученый, обязательно систематизирует дело, у него все фотографии систематизированы по годам, по встречам, по как бы это, потому что это... И сейчас, когда вот у меня есть этот архив, и когда там смотришь несколько тысяч фотографий со встречами, с презентациями, вы не представляете, какой объем работы был проведен, друзья, до того, как началось строительство. Потому что строительство – это уже завершающий этап, завершающий, скажем так, момент, когда уже идет проектирование. Понятно, что если вы строите, значит, у вас есть конструкторы, значит, они все это проектируют, значит, это заказывается на производстве, дальше есть уже технологи, которые могут это применять, делать, и дальше, где изготавливается и монтируется, это завершающая стадия. А весь вот этот комплекс предыдущей работы, он, конечно, никому не виден, и поэтому многим кажется, что что здесь такого начали строить, тем более воткнули там 19 опор каких-то, просто, друзья, их сначала надо было спроектировать, изготовить. Это все абсолютно уникальные конструкции, с учетом, что наверху будет рельсобалочная, именно струнная конструкция, которая будет под серьезным напряжением, именно физическим напряжением, и эти все конструкции должны выдерживать и серьезную, с точки зрения сопромата, расчетную конструкцию, и с точки зрения вантовых конструкций, тоже серьезные. Поэтому здесь как раз мы с вами уже находимся на завершающей стадии, когда все уже переходит в стадию визуальной подтверждения и, соответственно, физических испытаний, чего раньше делать было невозможно, и это было только теоретически расчетные утверждения, хотя они тоже были очень верны, но тем не менее любая теория, она подтверждается только практикой. И сегодня мы, друзья, как раз с вами в сообществе тех людей, которые своими усилиями, которые нашей совместной работой, мы как раз переводим теорию в практику, мы все это уже завершаем в железе, в металле, в бетоне, когда это все, соответственно, изготавливается, делается, испытывается, сортифицируется и готово к внедрению. Ну вот, друзья, помните, на нашем крайнем вебинаре, то есть, в прошлые выходные, я особенно подробно остановился на двух темах, которые есть. Это по воде, который наш Ткачев, это бывший губернатор Краснодарского края, ныне министр сельского хозяйства, на переговорах с китайской делегацией заявил о том, что готовы рассматривать проект, соответственно, поставки пресной воды из Алтайского края через территорию Казахстана в Китай объемом до миллиарда тонн. И, соответственно, при расчетах, которые сказал Ткачев, что один этот проект даст больше, чем весь нефтяной проект России нефтевзятый, и что, соответственно, это очень интересный бизнес, и мы с вами это обсуждали делать, потому что поставки пищевого льда, не просто воды, а именно пищевого льда, это один из ключевых проектов SkyWay, который позволит вводить новую экономическую составляющую именно с точки зрения пищевого льда, как двух составляющих экономических. Первое – это вода, которая является сегодня очень дорогим и важным ресурсом, и второе – это холод, который является единственным известным конденсатором холода, и, соответственно, поставляя миллиард тонн, который сегодня обозначил Ткачев, я могу сказать, что по теплоемкости, то есть лед при температуре минус 18 градусов тонн льда, она по теплоемкости в 4 раза выше, чем теплоемкость стали, то есть, если говорить простым языком школьной физики, то мы, соответственно, столько получим энергии, которую надо расплавить, 4 миллиарда тонн стали. Сегодня столько стали на Земле не выплавляется. Так вот, тот лед, который мы будем брать и поставлять потребителям, он будет в себе хранить вот такое количество энергии. Не буду вас сегодня грузить это джоулями и, соответственно, ватами, я могу сказать, что это очень много. Это изменит весь энергетический баланс на Земле. Причем эта энергия для нас экологически чистая. Предложил перебрасывать. Да, вот Алексей сбросил сейчас эту ссылку. Так вот, друзья, что интересного произошло вот за это время, что буквально после нашего вебинара на следующий день выступает очень уважаемый нами академик Сергей Юрьевич Глазев. И в интервью также начинает говорить, что поставка пресной воды в Китай, это является приоритетом, и что мы можем создать альтернативу экономике нефти на территории России. И, соответственно, вода это сегодня важный и дефицитный продукт. То есть это говорит о том, что, друзья, это уже становится трендом. То есть, к сожалению, Сергей Юрьевич Глазев наших вебинаров по экономике не смотрит. И я с ним пять лет пытался вести экономический дебат. Я ему пытался показать, что транснеты Skyway это основа шестого технологического уклада, а лед это прикладная часть, это один из сотен проектов, которые даст сегодня Skyway. Так вот, Сергей Юрьевич Глазев не принял эту концепцию. Более того, он даже попытался стать оппонентом нашего проекта. Но потом, по некоторым причинам, он просто решил его не комментировать. И я могу сказать, что Глазев как академик, как человек, который занимается макроэкономическим прогнозом, он ошибся в выборе приоритетов. И это с ним уже происходит не первый раз. Я тоже эту историю рассказывал, что в 1990 году он, будучи самым молодым доктором Советской Академии Наук, именно молодым доктором экономических наук, сделал прогноз развития Советского Союза до 2020 года, то есть на 30 лет. Но я могу сказать, что то, что через год уже не стало Советского Союза, значит, уже Глазев ошибся. Но самое, что интересно, если с точки зрения экономики, я когда анализировал эту книжку, то он ни слова, ни слова не сказал о технологии IT. То есть это вот о этом рынке, который сегодня самый крупный в мире. Самый крупный. То есть он сегодня уже перешагнул 7 триллионов долларов из более чем 65 триллионной мировой экономики. То есть он перешагнул 10 процентов мирового рынка, мирового ВВП, причем перешагнул дальше, чем нефть, газ, строительство и даже туризм, который является самой крупной. Ну, естественно, конкурируя только с продуктами питания. И я, когда вел определенные экономические дебаты с Сергеем Юрьевичем Глазевым, я всегда ему показывал эту книжку 90-го года и задал вопрос, Сергей Юрьевич, когда Вы делаете прогноз на 30 лет и не учитывали самый крупный рынок, когда в 2003 году, когда мы с ним это обсуждали, это стало очевидным, то цена такого прогноза ноль. Вот дальше, уже пользуясь своим научным и служебным положением, Сергей Юрьевич Глазев убедил наше, скажем так, сообщество в том, что надо вкладываться в нанотехнологии и биоинженерию. И туда за последние 5-8 лет вложены огромные средства. И я думаю, что мы оттуда, как и в Сколково, никаких результатов, даже теоретически, никогда не увидим. Это цена научной ошибки. И сегодня, момент, когда Сергей Юрьевич Глазев начинает заявлять о том, что вода – это перспективно, мне, друзья, хочется уже сказать, Сергей Юрьевич, вот тебе ссылочка на вебинар, послушай, пожалуйста, внимательно, как об этом рассказывают людям, которые уже принимают участие в проекте. Потому что сегодня просто так загонять воду в трубу и поставлять ее в Китай – это огромнейшая глупость. Огромнейшая глупость. Это все равно, что в советские времена была теория разворота северных рек для того, чтобы орошать Среднюю Азию. И, соответственно, убить экологию всей Сибири. Так вот, друзья, единственный ответ, который сегодня может дать на те вопросы, которые ставятся – это Транснет и Скайвей, технология дешевого скоростного перемещения. И когда мы говорим, что Евразия Нрейл Скайвей, то есть система, которая будет строить миллионы километров на Евразийском континенте, которая будет перемещать миллиарды, то есть по нашим расчетам это будет от 3 до 5 миллиардов тонн воды и в виде еще пищевого льда, потому что это энергетика, то действительно это даст настолько экономический эффект, который сегодня Глазев даже не может посчитать. И о чем я его очень долго просил, именно чтобы рассчитать ВВП Евразии с учетом этой технологии. И здесь, друзья, еще одно очень важное утверждение, которое вы тоже от меня очень много раз слышали, но никто не придает его серьезного значения, когда мы говорим, что перемещение по евразийскому пространству будет бесплатным для пассажиров. То есть из Москвы в Владивосток, или из Москвы в Пекин, или из Москвы в Ханой, мы будем перемещаться бесплатно, причем первым классом комфорта сегодняшнего самолета. И это тоже мало кто слышит, все говорят, это не может быть. Как можно перемещаться бесплатно? Я вам сразу задаю вопрос, друзья, а то, что скайп сегодня бесплатный, и мы пользуемся сегодня видеосигналом, и у нас сотни людей одновременно могут находиться в едином информационном пространстве, это не казалось ли когда-то утопией и фантастикой? Так вот, друзья, это ответы на те вопросы, которые мы сегодня имеем, и отвечает на эти вопросы, друзья, вот это вы должны понимать и запоминать, и четко понимать, отвечает на это только Транснет, только струнные технологии инженера Юницкого, и только инженерная научная школа, которая идет на этих открытиях и этих изобретениях, она позволяет это утверждать. Ведь глупо же говорить, что если бы не было кремния, не было системы программирования, не было микроэлектроники, то мы бы смогли с вами создать интернет и пользоваться сегодняшней системой передачи использования, хранения информации. Нет, конечно, друзья, этого не могло быть, и ни по каким проводам, хотя интернет создавался как управление войсками ЦРУ через провода, он вышел совсем в другую категорию. И, соответственно, мы сегодня, понимая, что такое Транснет, понимая, что такое технология шестого технологического уклада, мы как раз сегодня, друзья, говорим, что мы знаем, как будут развиваться отрасли и компании, мы знаем, как будут развиваться территории, и это как раз ответ на сегодняшний закон о развитии Сибири и Дальнего Востока, который сегодня рассматривался. Друзья, я обещал, консультации все провели, так что в этом году, в 2016 году ограничения по закону введены только для пяти районов муниципалитетов Дальнего Востока, вот, значит, кроме них никто не может получить. В 2017 году они ограничены только Сибирским и Дальневосточным федеральным, и только с 2018 года все желающие могут получать землю на Дальнем Востоке. Поэтому я могу сказать, друзья, вся задумка и весь вот этот пафос о том, что этот закон будет использоваться для применения развития Дальнего Востока, он так и остался пафосом, потому что сегодня, ну, там, несколько десятков, может быть, сотен человек будут пользоваться этой землей, на следующий год, может быть, несколько, там, сотен, может быть, тысячу человек, но без инфраструктуры, без развития эту территорию осваивать невозможно. Поэтому, друзья, для нас это все идет, опять же, в том же русле, потому что в 2016 году начнется демонстрация скоростной системы, в 2017 она уже будет закончена и просортифицирована, и, в принципе, в 2018 году мы можем приступить к строительству скоростных трасс, которые и будут, друзья, осваивать Сибирь и Дальний Восток. И, опять же, утверждение, которое вы можете на себя иметь и всегда говорить оппонентам или тем, кто не понимает, что такое Skyway и Transnet, без освоения этих территорий ни о каком развитии Сибири и Дальнего Востока на сегодняшний момент речи быть не может. Это инфраструктура 21 века, транспортная, энергетическая, коммуникационная, которая решит все проблемы расселения, все освоения, которая решит все освоения, в том числе и доступности труднодоступных сегодня неосваиваемых месторождений. И вот, друзья, я хотел бы еще одну тему сейчас затронуть, это по месторождениям. И, опять, это тоже же общий тренд, который сегодня идет и к которому мы с помощью нашей инженерной школы прикасаемся. То есть вы тоже не раз про нас слышали, проекты, которые в Боливии, это железная руда, месторождение Мутун, это самые крупные сегодня залежи железной руды, но, наверное, сопоставимые с Кривым Рогом, с Украиной. Или, наверное, еще есть еще одно такое крупное месторождение в Западной Сибири, это Томская область, но там самые глубокие болота, это Бахчарское месторождение железной руды. Так вот, чем интересно сегодня боливийское месторождение, потому что мы делали в свое время проект, создавали даже компанию, именно управляющую компанию по разработке этого месторождения, но на тот момент, так как не была готова демонстрация технологии, этот проект ушел в долгий ящик. Так как в этом году уже технология будет продемонстрирована, то мы планируем вернуться к этому проекту, соответственно, выйти на предложение к правительству Боливии, для того, чтобы дальше развивать это месторождение Мутун. Оно находится в самом центре Боливии, то есть в самом центре латиноамериканского континента. Так вот, друзья, чем интересно еще событие, которое произошло на этой неделе. Помните, мы очень много говорим и общаемся и оппонируем к нашему, ну, скажем, в хорошем плане конкуренту Илону Маску, это тот, кто создал систему X-Space, Hyperloop, то есть такой, в хорошем слове этого, инноватор и такой аферист, который сегодня работает именно на мировом уровне. И он буквально за прошлую неделю собрал с помощью краудинвестинга технологию Hyperloop 80 миллионов долларов и планирует уже в этом году приступить к первым техническим испытаниям. С точки зрения техники, не будем его критиковать, это его дело, но с точки зрения конкурентноспособности, Hyperloop абсолютно не конкурентен к технологии Skyway. Поэтому мы его даже не то, что не боимся, нам просто жалко то время и деньги, которые на это будут потрачены. Но он запустил еще один проект, это проект Tesla, и собирается за следующий год построить производственный завод, который будет производить 500 тысяч автомобилей Tesla. И сегодня уже открыт предварительный заказ, идет активный сбор средств, именно, друзья, краудинвестингом, а это больше можно назвать краудфайдингом, когда люди сегодня уже производят, оплачивают непроизведенные электромобили Tesla 3. Так самое интересное, друзья, что основной проблемой сегодня производства электромобилей являются аккумуляторы. И Tesla четко, руководитель компании Tesla Motors, Elon Musk, четко обозначил эту проблему, что на сегодня самые перспективные аккумуляторы, ну если бы не говорить биотехнологии, они нам пока еще аккумуляторов не дали, а те технологии, которые сегодня существуют, это литиевые ионные аккумуляторы, которые требуют огромное количество солей лития. И сегодня нет таких месторождений, освоенных, которые могут дать лития на 100 миллионов аккумуляторов, которые понадобятся для эксплуатации такого количества автомобилей. И как вы думаете, где находится месторождение лития, вот этих солей, они находятся в Боливии, прямо недалеко от нашего месторождения Мутун, которого мы, так сказать, будем предлагать правительству Боливии осваивать. Таким образом, друзья, эта логика в чем заключается, что сегодняшний тренд, сегодняшнее развитие промышленности и индустрии, то есть, которое требует большое количество автомобилей и, соответственно, к ним аккумуляторов, сегодня нуждается в разработке новых месторождений литиевых солей, которые недоступны обычными технологиями. Я в двух словах объясню, объясню вам вопрос, почему сегодня невозможно, допустим, месторождение Мутун разрабатывать просто обычной железной дорогой. Слышали такую компанию, Джиндл Стиллс, это индусская компания, которая мировой лидер в производстве стали. Соответственно, порядка 10 лет назад они взяли лицензию правительства Боливии для разработки месторождения Мутун. Оно уникально тем, что там руда в составе 67% чистого железа находится прямо на поверхности. Поэтому бери эту руду и сразу на переплавку. То есть, это очень дешевый цен. Но оно находится в полутора тысяч от побережья и от любого потребителя, куда можно доставить эту руду. Соответственно, обрабатывать ее в центре Боливии, где нет инфраструктуры, невозможно. И поэтому Джиндл Стилл попытались проложить железную дорогу. Они делали насыпи, просеки, насыпи, железную дорогу. И, соответственно, они сделали проект на разработку 100 миллионов тонн руды для того, чтобы существенно сегодня нехватку рудной базы в мировой металлургии сегодня ее восполнить. Но вся прелесть этой ситуации находится в том, что вся эта территория находится в пойме реки Амазон. Река Амазон, она имеет свойство весной разливаться и уровень разлива более трех метров. Соответственно, это разливается пойма. Значит, когда вода сходит, это джунгли, тепло, жарко, большая влажность. Через два месяца не могут найти ни насыпи, ни просеки, ни железной дороги, вообще ничего. Там зарастает наполь. Поэтому было понятно, что надо делать насыпь и на бетонной основе, то есть это железобетонную конструкцию, эстакаду, которая должна быть поднята выше трех метров, то есть уровня разлива. И соответственно, она еще должна приходить в Бразилию и там делать очень большой глубоководный перевалочный порт где-то с балкерами на 400-500 тысяч тонн грузоподъемности водоизмещения. Соответственно, этот проект был настолько дорогой, что, как утверждают специалисты Джиндл Стилла, они потратили 200 миллионов тонн на разработку и на эксперименты, и они отказались, сдали эти лицензии и перестали в этом направлении работать. Так вот, единственная технология, друзья, которая могут позволить решать такого рода задачи, то есть строить в джунглях с высоким уровнем разлива воды, это технология Skyway. То есть это строительство той системы, которая сегодня строится и готовится к демонстрации на экотехнопарке. И, соответственно, сегодня идея разработки этого месторождения, она уже не кажется такой фантастической и не кажется такой нереализуемой. И как раз, как только мы подойдем к реализации и для инвесторов станет очевидным, что технология, которая демонстрирует и декларирует такие роды решения, то она, соответственно, может эти задачи решать. И поэтому мы эти задачи сегодня ставим, мы эти задачи сегодня решаем и по мере того, как будет готовиться демонстрация на экотехнопарке, количество инвесторов, заинтересованных в этом проекте, становится все больше и больше. Сегодня активно ведутся переговоры, но это, друзья, все предварительная стадия переговоров. Пока не будет технически продемонстрированы возможности, естественно, что большие инвесторы опасаются туда войти, но здесь я могу сказать, что опасаются войти те, кто будет закупать железную руду, но активно сейчас ведут переговоры именно хиджи-фонды, которые готовы рисковать, потому что я вам сказал, друзья, мы перешли ту грань, когда из технологии этого не может быть. Сегодня многие инвесторы, особенно крупные инвесторы, задаются вопросом, а если это правда? И если это правда, они начинают считать прибыли, которые они могут получать, я могу сказать, что у многих от этих прибыли начинает кружиться голова. И, соответственно, рассматриваются сегодня проекты и такие в Боливии, и проекты в Монголии. Это все как раз, друзья, вокруг металлургии, потому что сегодня в мировой металлургии ощущается резкая нехватка железной руды и резкая нехватка коксующихся углей. Поэтому это сегодня становится все труднодоступными месторождениями, и вот как раз вот в эту нишу, вот в это направление таких труднодоступных месторождений, Skyway, и будет пробивать дорогу, и как раз это будет тот бизнес, который будет активнейшим образом развиваться. Я могу сказать, что мы сегодня с финансистами одной из очень крупных финансовых групп считали бизнес-план по пяти проектам, так вот только пять проектов могут дать капитализацию за 10 лет более чем 250 миллиардов долларов. Это только пять проектов, друзья, а их будут десятки и десятки и десятки. Поэтому, когда сегодня нас упрекают, что завышенная интеллектуальная собственность или доходность, которая заложена в венчурные премии, которые сегодня идут в виде дискаунтов, это завышенные, здесь я, друзья, могу плечами пожать и сказать, может завышенные, а может заниженные. Это кто ее знает? Друзья, только время покажет. Поэтому весь вопрос хотите – участвуйте, не хотите – не участвуйте. И вот это как раз вопрос, ответ на те вопросы, почему до сих пор крупные инвесторы не пришли в проект. Потому что для того, чтобы инвестировать хотя бы миллион долларов, надо, во-первых, иметь, а, во-вторых, надо понимать, что это высокорисковый проект. И, соответственно, инвесторы опасаются вложить такие деньги для того, чтобы полностью их потерять. Для тех, кто инвестирует десятки, сотни долларов, может быть, кто-то больше, кто может себе это позволить. Мы как раз, друзья, решили эту задачу. И сегодня, когда мы сделали очень важный для стартапа, очень важный для венчурного проекта переход, этого не может быть в переход, а если это правда, то, друзья, следующий шаг, вы понимаете, это когда из этого утверждения пропадет слово «если». И это будет просто правда и очевидно, и тогда уже инвестиционный процесс будет идти, друзья, совсем, совсем по другому закону. Поэтому, видите, каким образом за эту неделю произошло несколько событий интересных. это первое, что советник президента, академик Российской Международной Академии Наук, который не признает технологию Skyway, неожиданно заговорил про воду и о том, что это самый крупный бизнес, и он может, то есть не прошло и каких-то 15 лет, когда я ему первый раз об этом рассказывал, а я услышал о технологии перевозки льда с помощью технологии вот в 2000 году, естественно, от инженера Анатолия Юницкого, потому что раньше я этого даже не мог предположить, о том, что лед с такой энергетикой может перевозиться, и это настолько востребованный продукт. А сегодня, когда мы просматриваем у нас на территории Российской Федерации евразийского пространства, есть десятки и сотни озер, это не все, не только Байкал, который сегодня пытается бедное все распродать, нет, друзья, у нас сегодня есть сотни озер, которые уникальны по своему качеству воды и которые пригодны именно с точки зрения льда, воды и энергетики быть использованы в этой индустрии. Соответственно, сегодня, мы увидели, что есть дефицит и металла, и литиевых солей, и это тоже можно решать только с помощью технологии Skyway, потому что прийти в Боливию и добывать сегодня десятки миллионов тонн воды, содержащей литиевую соль, тоже невозможно без технологии Skyway. Таким образом, друзья, это все общий тренд, который складывается. Ну и дальше, с чего я начал обсуждать про литий, литий нужен для того, чтобы создать электромобиль. Это та ошибка Маска, который создает автомобиль первого уровня. Он пытается автомобиль заменить электромобилем. Друзья, произойдет совсем другой. Автомобиль уйдет на второй уровень. Это будет Юнивус, Юнибайк, Юнилёд. И, соответственно, для него, друзья, естественно, тоже понадобятся аккумуляторы. Поэтому мы абсолютно в этом плане согласны с Эланом Маском. и абсолютно... Но в чем, друзья, нюанс, что мы не можем обсуждать и почему Элан Маск нам не конкурент? Он с помощью своей технологии Hyperloop руду и воду возить не может. Понимаете? Поэтому здесь вопрос, он декларирует, ставит это задачи, но решать он их собирается традиционным железнодорожным способом. А это, друзья, тоже, как говорится, заявить одно и сделать шаг назад. Поэтому я думаю, что в сентябре, когда Юницкий встретится с Эланом Маском, когда мы будем вести переговоры с командами, я думаю, нам очень много что будет обсудить совместного, начиная от любимой темы Алексея Суходоева, это ОСТЮ, то есть орбитальная система, куда можно объединить идею Маска с путешествиями на Марс, до добычи лития для того, чтобы сегодня создавать аккумуляторы для электромобилей или их, можно сказать, электро-юнибусов. Поэтому, друзья, давайте на этом я делаю небольшой перерыв, как всегда, передаю слово Алексею, а в конце я еще буквально 3-5 минут подведу итоги и все те вопросы, которые я сегодня ставил, связанные с землей и с технологиями, я вам уже рассказал. Поэтому, если будут еще вопросы, обязательно пишите. «Благодарим, Сергей, друзья, на самом деле грандиозные перспективы открываются перед Skyway, то есть в чатах вы видели, что инвестиции тоже достаточно серьезные, крупные у нас намечаются, об этом более конкретно, я думаю, уже расскажут те люди, которые привлекают эти инвестиции, либо лично головная компания. А я, как и обещал вам вчера, точнее, не вчера, а на прошлой неделе, расскажу о стратегии, которую можно использовать как точку входа для финансовых инвестиционных групп, различных страховых, пенсионных фондов и ПИПов. Естественно, у всех потребности житейские, то есть обыденные, и я могу сказать, что вообще человека можно убедить и та же самая инвестиция, которая произошла и в чатах информация не гуляет. Я здесь не буду конкретно на вебинаре распространяться, потому что информация еще не до конца выяснена, так скажем. Спросите у своего пригласителя, если вам интересно, если вы вдруг не в курсе. Когда зарождался рынок интернет-коммерции, когда зарождался рынок интернет-технологий, то все, соответственно, были уверены, что на этом рынке можно очень хорошо заработать и его можно раздувать вообще как угодно и собственно создавать иллюзорную на самом деле добавленную стоимость, иллюзорные проценты у компании, иллюзорные дивиденды и так далее. И вот с этого я могу начать легенду и хорошую точку входа для финансистов, предпринимателей, бизнесменов. вот если именно судить по рассвету доткомов, то есть почему дотком, то есть дотком, то есть в расшифровке называется точка ком, который длился с 92 по 2005 год, то вероятно такой же период будет у транснет, то есть я посмелюсь предположить, не знаю точно сколько лет это продлится, мы предположим, что до запуска, как вот Анатолий Эдуардович я спросил, сколько времени потребуется на запуск ОТС, если допустим у нас хватает средств и если все развивается хорошо, он ответил 20 лет и к примеру с 2017 по 2027 год идет эра транснет, эра транснет, то есть эра шестого технологического уклада всех проектов мы строим вначале миллионы километров дорог, потом десятки, потом приближаемся к сотне миллионов километров дорог, но как вы думаете, что будут делать и вообще чем будут заниматься крупные хедж-фонды, крупные финансовые фонды и крупные организаторы, инвесторы, которые видят, что технологии развиваются, они вспомнят эру интернет и естественно вот следующий кризис после доткомов это был 2007-2008 год, это уже эпоха ипотечного кризиса, то есть раздули до невозможности вот этот пузырь, и всем я рекомендовал посмотреть игра на понижение фильм на прошлом вебинаре вот как раз про эту сферу, и я могу сказать, что на транснет, на технологии транснет многие сильные мира сего захотят сыграть и будут также раздувать, переоценивать и создавать пузырь, то есть таков мир, и на самом деле мир таким был и во времена великой депрессии США из этого пузыря как раз таки вытащила из этого кризиса вытащила как раз таки на тот момент инновационная технология, которая соединила восток и запад через мосты и так далее, это был железнодорожный состав, то есть железнодорожный путь сообщения в США, и он спас США от великой депрессии, и представьте, что когда все будут раздувать и создавать финансовые организации вокруг Transnet и Skyway соответственно эту иллюзорность, мы с вами уже будем знать, что будет потом, об этом неоднократно мы говорили в технико-экономических вебинарах, потом будет соответственно Spaceway, то есть уже сейчас мы несмотря на то, что развиваем Skyway, то есть струнный транспорт, но в уме я хотел бы, чтобы каждый из вас действительно держал вот эту технологию, это действительно моя излюбленная тема, и вот то, что увидели в небесной дороге Юницкого, визуализацию этой технологии, дорогие друзья, это просто навес золота, и на самом деле это абсолютно реально и возможно при капитализации сети Transnet, технологии Skyway, и мы обязательно это построим и создадим, но самое важное, дорогие друзья, то, что мы будем знать, каким будет уже выход, и более того, я могу вам сказать, что также никто не будет верить, что ОТС можно будет построить, но если смотреть с точки зрения того, что может произойти, то есть с точки зрения прогнозирования, можно спрогнозировать, что после капитализации многие из вас начнут получать в зависимости от своих пакетов достаточно серьезные дивиденды, то есть я не говорю о тех людях, которые на десятки, на сотни, те, которые на миллиарды приобретут акции, какие активы они будут получать, и как вы думаете, если один раз будучи успешно в технологии, и если один раз поверив генеральному директору, генеральному конструктору, автору, изобретателю, инженеру, в первую очередь Анатолию Эдуардовичу Ницкой, который вообще вот мы остановимся отдельно на изобретениях, которые пытался внедрять, не то, что пытался, внедрял Анатолий Эдуардович Ницкий именно в массовое производство еще во времена СССР, и экономический эффект оценивался десятки миллионов рублей на тот момент, а вы все прекрасно понимаете, что на тот момент десятки миллионов рублей это были колоссальные суммы, и Анатолий Эдуардович Ницкий решил сосредоточиться именно в начале, и всем рекомендую почитать, ознакомиться с книжкой Анатолия Боровского по поводу именно истории развития Skyway, Небесные дороги Юницкого это супер произведение, супер история, и я думаю, что это в будущем достойно вообще именно того, что по этой книжке либо какой-то либо другой сняли бы кино, и дамы и господа, там как раз таки рассказывается, что долгое время, очень долгое время Анатолий Эдуардович доказывал всем про ОТС. И как вы думаете, будет ли кто-то верить, вот еще раз задаю вопрос, в Spaceway, когда будет создан Transnet, то есть всем будет казаться, что фактически уже экогенная технология, уже наша земля очищается, уже можно зарабатывать не просто миллиарды, а триллионы, и это сразу скушают и финансовые группы, и по воде я могу сказать, что многие крупные финансисты, вот как только начал это анализировать, наблюдать, многие крупные финансисты инвестируют именно в активы по воде, по опреснению воды, хотя это неправильный путь, но именно в чистую питьевую воду. Это достаточно серьезный тренд, который многие чувствуют уже сейчас, как Глазиев наконец-то проснулся, как говорит Сергей Анатольевич, и это действительно возможность спасения для России, то есть мы теоретически можем жить как Арабские Эмираты, но тут вопрос в менталитете естественно, но дамы и господа, это невозможно достичь именно с помощью технологии Skyway. Итак, давайте пробежимся еще раз, о чем можно говорить с крупными действительно инвесторами, с предпринимателями, различными представителями пенсионных, страховых фондов, то, что раньше каждую технологическую эпоху подытоживал тот или иной кризис, то есть вначале это был кризис Великой Депрессии, выход был за счет железной дороги, потом эпоха до ТОМов, выход за счет переоцененности и создавания пузыря именно вот такой вот американской демократии, капитализма и так далее, за счет ипотеки и вот всех этих иллюзорных процентов, потом возник кризис 2007-2008 и сейчас на самом деле мир подходит достаточно серьезному испытанию, то есть многие страны просто терпят дефолт, просто многие, наверное, не наблюдают за этим новостями, но Пуэрто-Рико объявило дефолт, Венесуэла тоже сейчас в преддефолтном состоянии и я напомню, что экономика Российской Федерации, экономика Венесуэла, они несколько похожи, потому что это ресурсозависимые страны и очень интересно заглянуть в будущее, в зиму, когда наступит отопительный сезон и, соответственно, стоимость нефти будет серьезно падать, каков будет курс рубля и, да, сегодня говорят правительства, что выполнили фактически наполовину антикризисный план, но, дорогие друзья, это как раз-таки иллюзия и выход из этой иллюзии как для России, так и вообще для всех финансистов и так далее, просто максимально рассказывайте тем людям, которые связаны с финансами этот пример, то, что Skyway это как раз-таки тот трамплин именно перепрыгнуть через кризис и это дорожная карта, можно сказать, для вас, для общения с людьми, которые связаны с финансовой сферой. Ну, и я хотел бы сделать такой небольшой промоушен тех событий, которые произойдут в Skyway Capital в ближайшее время, будет очень серьезный вебинар, я думаю, что мы согласуем с советом правления и так далее, очень серьезный человек будет представлен, который не понаслышке знает о финансовой дисциплинах, который один из лучших трейдеров вообще России, официальный консультант ряда банков, этот человек согласился дать вводные бесплатные вебинары именно по повышению финансовой грамотности, потому что естественно мы с вами должны это направление четко знать и понимать, и как говорится лучше из первых рук это увидеть, услышать, мне интересно вообще вот кому хотелось бы увидеть этот вебинар, услышать этот вебинар, увидеть этого человека, поставьте плюсики и далее будет более того, скорее всего мы сейчас прорабатываем, это очень такой непростой процесс, Гузель, Григорий Михайлович, я в нем участвуем, можно будет внимание обучаться у этого человека, но реальной реальной финансовой составляющей, не то, что там допустим какой-то теории и никакой ответственности человек не несет за эти знания, но реально можно будет обучиться, но я не буду говорить про то, что какая задумка у всего этого, потому что это может стать основой, основой не скажу для чего, пускай это будет такой небольшой загадкой, и на следующей неделе также с Русланом Багировым мы проведем вебинар, тоже вводный вебинар, потом будет именно сессия, рабочая сессия, Руслан хочет сделать вообще раз, несколько, несколько раз в неделю, либо вообще каждый день, и этот парень действительно очень пробивной, талантливый, который именно свою методику создал на основе мировых бизнес-тренеров и на основе в том числе Джордана Белфорда, которая опробована, это технологии именно прямого убеждения человека в том, что действительно технологии Skyway должны знать 99% людей, и соответственно этому мы тоже вас будем обучать, и дамы и господа, хотел бы подытожить это все тем, что у нас осталось с вами на самом деле очень мало времени, то есть я не знаю сколько времени осталось, но сейчас начинается знаете такой тренд, вот тоже посмотрите в новостях несколько десятков миллионов Hyperloop недавно привлек, то есть транспорт второго уровня это тот тренд, который уже он не просто витает в воздухе, он чувствуется и уже как когда-то я был абсолютно в молодом возрасте, ничего не соображал еще тогда в финансах и так далее в прогнозах, вот как раз тогда зарождался интернет и сейчас многие люди финансисты сильного мира сего, они чувствуют это время и как раз таки сейчас зарождается транснет, как раз таки сейчас зарождается концепция транспорта второго уровня и я даже предполагаю то, что то, что делает Apple, Google и так далее Сергей Анатольевич мы обсуждали по поводу Дональда Трампа, Дональд Трамп это скорее всего может быть даже как и показная фигура именно чтобы был оппонент и возможно Apple, Google как раз таки является отвлекающим маневром того, что сейчас создается американским правительством другими странами Израилем в том числе НАСА и так далее тоже при взаимодействии с США это именно транспорт второго уровня то есть я не уверен точно понимает или нет корпорации что не стоит развиваться в логике робомашин как их называют то есть робомашин это автоуправляемые автомобили но они будут на первом уровне и я думаю что сейчас тренд становится настолько обозримым и ощутимым что ну вот также в чатах погуляйте посмотрите информацию которая была представлена по поводу очень крупной инвестиции первый транш по которой был сделан это дамы и господа первые ласточки первые колоски которые прорастают из нашего семени которое когда-то мы посеяли в виде пассивных инвестиций в виде первых сотен тысяч рублей не побоюсь этого слова и сейчас это достигает сотен тысяч долларов от одного человека и будет достигать миллионов десятков и даже сотен миллионов это говорит о том что дамы и господа действительно может произойти теоретически то что мы все с вами очень ожидаем это закрытие возможности финансирования корневой технологии еще до конца этого года либо максимум чуть попозже 2017 года но одно я могу сказать на мой взгляд 2016 год это прорывной и очень существенный для skyway но 2017 это будет тот разгон с которым мы будем разгонять потом наш подвижной состав на экотехнопарке это будет друзья билет в один конец билет к успеху процветанию и к занятию огромной части транспортного рынка проектом skyway благодарю за внимание алексей как всегда заинтриговал у нас тут вот это вот конец вот но с точки зрения введения информации по специалистам которого они говорили да действительно во всяком случае единственное что алексей насколько я слышал и разговор что все эти курсы и все это самое это будет бесплатно я правильно понимаю то что вопросы задают это будут платные или бесплатные курсы я насколько понял и насколько вот работа что это обучение все будет бесплатным алексей ты тогда напиши в чате а то несколько раз эти вопросы прошли вот тем более что платная или бесплатная информация этот вопрос это сам ну да то есть вводные А потом уже кто захочет получать углубленные знания, то есть для кого это это, тогда уже будет введена какая-то платная часть. Но это тоже, друзья, наверное, это закономерно. Так. Значит, еще вопрос, который меня попросили озвучить, я специально им сегодня занимался, это по компенсации для тех, кто ездил, то есть тут не все, естественно, у нас были на Экофесте, но задавался вопрос, когда будет компенсация. Я специально общался сегодня с Виктором Бабуриным на этот предмет, он сказал, что со следующей недели, сейчас идет прием заявок, со следующей недели начнется компенсация, и если она даже затянется чуть больше мая, ни в коем не переживайте, потому что будут сохранены те дисконты, которые обещались. То есть чисто по техническим вопросам, что у нас, как вы понимаете, до сегодняшнего дня фактически еще были праздники, вот, и в России, и в Белоруссии, то есть между праздниками 1 и 9 мая у нас традиционно никто не работает, поэтому, естественно, что часть финансистов, которые отвечают за техническую часть этой работы, они просто были в таком кратковременном отпуске. Поэтому здесь ни в коем случае не переживайте, все обязательства будут выполнены, потому что это не тот вопрос, ради которого можно бросать тень на компанию, что не заплатило акции за те инвестиции, которые были обещаны. Тем более, я думаю, что все добросовестно выполнили свои обязательства, которые брали, вот, и так далее, я думаю, что здесь никаких вопросов нет. Так, тут у нас вопрос по Чеченской республике. Значит, по Чеченской республике Алексей как раз Суходоев вместе с Александром Мосиным, они сейчас готовят соглашение для премьер-министра Чечни, вот, дальше мы будем его согласовать, поэтому там процесс идет абсолютно таким нормальным. Сам я готовлю сейчас здесь с рядом встреч с представителями Чеченской диаспоры, которые хотят участвовать в финансировании проектов и на территории Чечни, и за пределами. Вот, поэтому этот процесс идет, и он должен быть завершен созданием управляющей компании, запуском конкретных адресных проектов, которые, я уверен, мы увидим еще в ближайший месяц, два-три. Это, друзья, плановая работа. Так, значит, по вопросу, так, по Австралии, значит, друзья, эти вопросы надо задавать компании. Я знаю, что в первую неделю, в первую неделю июня готовится большая приезд делегации в австралийских уже именно бизнесменов, чиновников, инженеров, которые будут уже конкретно обсуждать и запускать ряд адресных проектов. Обо всем, я думаю, остальном говорилось на экофесте Бабуриным, и я думаю, что по ходу развития мы это все увидим. Так, по Красноярску, спрашивает Юля. Значит, по Красноярску подписано соглашение между управляющей компанией Красноярск Транснет и конструкторским бюро. Вот, там идет сейчас формирование уже первых четырех адресных проектов, которые будут, это, как мы уже говорили, один-то будет Красноярские столбы, один-то будет перевозка леса, один-то, сейчас начал обсуждать проект, это Норильск-Красноярск, северный путь скоростной, и четвертый, четвертый, а, это городская трасса, аналог воздушного метро между двумя наиболее загруженными точками внутри Красноярска. Но для этого надо еще отдельно подписать соглашение и проект с мэрией Красноярской. Пока только готово соглашение с губернатором. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, что таких проектов у нас будет двигаться много, то есть буквально прямо на следующей неделе я насколько в курсе, у меня информация была из Самары, что мэрия Самары наконец согласовала и готова подписать проект соглашения между конструкторским бюро и мэрией. То есть, значит, соответственно, любое такое соглашение, это следующий шаг будет создание уже управляющей компании под конкретный проект. И дальше сейчас прорабатывается логика, как эти проекты должны быть финансироваться, как на них организовано, опять отдельным образом включать венчурное и краудинвестинговое финансирование. Это, друзья, будет вот все сейчас нарабатываться, делаться по мере того, как будем приближаться уже к демонстрации на экотехнопарке, потому что все-таки основной. Так, по Питеру. Ну, по Питеру, друзья, я говорю, мы там все ждем, когда поменяется. То есть, было объявлено, что приходит новый губернатор с новой командой. Вот, соответственно, мы проект подготовили, обсуждаем, соответственно, ждем, как он будет. Так, как-то рассрочное заканчивается. Друзья, нельзя будет пакетов акций на рассрочках. Так, друзья, вот Вячеслав спрашивает по дисконту и по рассрочкам. Я думаю, что все объяснения и все разъяснения есть и на чате Skyway Capital, и на сайтах, и на сайте RSV. Вот, единственное, что могу сказать, что такой возможности, как есть сегодня, для получения вот этих длинных рассрочек и таких дисконтов, их с июня месяца уже не будет. Они будут значительно ниже, поэтому у вас есть еще время до конца мая. Изучайте, смотрите, оценивайте свои возможности. Но, все-таки, мы специально для этого будем 21 мая проводить и телемост. Вот, соответственно, мы будем максимально говорить и убеждать в том, что сегодня вот в эту систему и длинных рассрочек надо входить именно сегодня, потому что для компании, для Экотехнопарка это возможность планирования сейчас летнего сезона, когда идет наиболее активная стройка. И все это сейчас делается для того, чтобы сегодня собрать заявки на вот эти длинные венчурные пакеты, которые сегодня люди готовы открывать, для того, чтобы сегодня пройти вот этот самый сложный период. Это июнь, июль, август и к сентябрю, к выставке в Берлине и потом уже к презентации на Экотехнопарке, для того, чтобы был планирован финансовый расход. И только для этого как раз сейчас даются наиболее интересные условия в мае, для того, чтобы каждый, кто знает о проекте и каждый, кто в нем участвует, мог на сегодня спланировать и поддержать проект. Так, в Берлине в каком виде планируется демонстрация? Так, там будет обязательно стенд, причем большой стенд на 50 квадратных метров, и будет демонстрация двух прототипов. Легкого прогулочного спортивного трассерта, юнибайка, и городской системы, юнибуса, который будет уже масштабироваться там 6, 12, 25 человек. То есть это целая линейка, но продемонстрировано будет, скорее всего, два прототипа подвижного состава. Так, легкая трасса, когда насчет строительства? Ну, Дмитрий, я, может быть, открою какой-то секрет, но я могу сказать, что в Экотехнопарке там все строится каждый день. И Юницкий нам на Экотехнопарке показал даже место, где будет строиться, поэтому это будет с правой стороны трассы, которая сейчас есть. То есть вкапываются в данном случае там опоры или нет, я сказать не могу, но то, что уже чертежи готовы, идет заказ изготовления на производстве, это наверняка. Поэтому здесь я могу сказать, что до сентября, но, во всяком случае, в течение июня-июля мы трассу и подвижной состав уже увидим обязательно. Вот, во всяком случае, у меня такая информация есть. Как поездка Юницкого в Монголию? Ой, друзья, если я вам сейчас буду рассказывать, куда готовится поездка Юницкого, то мы на это время будем тратить очень много и на вебинарах. И давайте мы будем по факту, так как мы уже говорили, что это уже бизнес-процессы, и поездка будет только тогда, когда будет максимально подготовлено. То есть встреча с первыми лицами, бизнес-элита, бизнес, так сказать, я вот сегодня вам говорил и про Боливию, то, что обсуждался и про Вьетнам, и про Монголию, и про Африку, там про Двинею идет. То есть эти активные, там про Канаду сейчас встал вопрос, в Израиле вообще там, так сказать, его уже ждут не один месяц. Поэтому, друзья, здесь вопрос по мере того, как будет готова бизнес уже конструкция и будет готово соглашение, тогда мы это будем обсуждать, делать. Естественно, я могу сказать, что мы на вебинарах мимо этих событий никаким образом пройти не сможем. Что пакет один к шесту? Так, ну здесь по этим пакетам, по-моему, у вас табличка сейчас перед глазами висит. Поэтому могу сказать, что рассрочки, те, которые сегодня, они есть, условия, которые сейчас, они будут весь май именно продвигаться и делаться, и вы, соответственно, для себя будете иметь время для того, чтобы понять, оценить. Так, Санитслав, по Крыму есть новость. Да, Санитслав, вчера только вернулся из Крыма. Вот, ну, я думаю, что, наверное, больше это все-таки поездка была и связанная с семейными делами, с отдыхом, но у Ленинского все связано с тем, что любой отдых связан с работой. Вот, поэтому там обсуждались ряд проектов, там были встречи с крупными инвесторами, часть информации по чатам уже прошла о том, что были даже достигнуты какие-то определенные договоренности, но я могу сказать, что эта работа только-только в самом начале, она будет еще двигаться, и по результатам, я думаю, что и участники этих переговоров, и сам Юницкий будет об этих результатах нам обязательно рассказывать, потому что это очень важный момент, но что можно очень четко сегодня констатировать, что действительно есть подтверждение, и это уже из разных сегодня концов подходит, что действительно стали подходить люди с серьезными инвестициями, которые действительно хотят инвестировать десятки, сотни, сотни тысяч долларов, и речь уже идет о миллионах долларов. Это говорит о том, что проект становится понятным, проект уже становится не настолько пугающим с точки зрения венчурного финансирования, поэтому я вас абсолютно точно могу уверить, что до сентября мы увидим еще не один и не два случая, когда будут действительно приходить крупные инвесторы на такие суммы, но основная, конечно, друзья, работа, это крупные именно инвестиционные хиджи-фонды, потому что они реальность видели в том, что инвестирование в Skyway – это крайне развивающийся и крайне перспективный, как Алексей сказал уже, бизнес на ближайшие год-два, а может быть даже и пять. Поэтому здесь сейчас за счет взрывного роста инвестиций, те, кто будут первые входить, они будут, соответственно, получать очень серьезные дивиденды. И я знаю, как минимум, сегодня три крупнейших фонда, которые рассматривают для себя возможность участия в проекте. Друзья, дело в том, что вообще IPO – это публичное размещение акций. И стратегия публичного размещения, она может быть абсолютно разная. И есть очень много примеров компаний, когда компании привлекали инвестиции, это могут быть и облигационные займы под залог акций, это могут быть займы под конвертацию в акции. Этих форм, друзья, очень большая форма. И сегодня говорить о том, что стратегия будет та или иная, это, наверное, преждевременно. Я одно могу сказать, что, скорее всего, отдельные проекты, такие как боливийский, монгольский или вьетнамский, еще ряд проектов, которые сегодня, они имеют все основания самостоятельно выходить на IPO и привлекать деньги с бирж и с инвестиционных рынков, нежели головная компания. Головная компания всегда будет иметь возможность получения дивиденды, поэтому ее рост капитализации акций всегда будет намного выше. Это так же, как было, допустим, с Facebook. То есть у них основное размещение произошло еще до того, как объявили официальное IPO. И все трейдеры и все инвесторы, которые входили, они заработали до начала размещения. Это тоже, друзья, определенная стратегия, которая сегодня есть. И сегодня, поверьте, что настолько преждевременно об этом говорить, что единственное, что я могу сказать в подтверждение и мое глубокое убеждение, что котировка, рост, реальная котировка, которая будет на площадках, на биржах, на фондах, которые будут, соответственно, размещать и котировать ценные бумаги Skyway, может начаться еще в этом году. И это еще ничем не связано ни с IPO, ни с какой работой. Вот это, друзья, я могу сказать, произойдет, скорее всего, точно. И котировка обязательств, которые мы сегодня с вами обладаем, соответственно, естественно, что я рассчитываю, что они будут идти только в повышение, соответственно, только в рост котировки, может начаться уже в этом году. Так, ну вот, друзья, давайте в плане котировки и продажи части своих акций. Ну вот, Салават, я ответил, что я могу четко сказать, что котировка начнется намного, еще раз подвержу, намного раньше, чем если IPO действительно можно рассматривать 2017-2018 год, то котировку обязательств реально можно увидеть уже в этом году. Реально. Во всяком случае, я знаю фонды, которые рассматривают возможность для того, чтобы сегодня котировать обязательства уже внутри своих площадок с привлечением крупных инвесторов. И такие переговоры, в общем-то, идут. Чем они, друзья, закончатся, как это будет двигаться, это будем смотреть, но как показывает весь опыт работы, который есть, самый основной свидетель, как говорилось в одном фильме, единственный и неповторимый, это, друзья, строительство экотехнопарка. Потому что экотехнопарк – это применение всех инвестиций, экотехнопарк – это ответы на все вопросы, экотехнопарк – это создание доказательной базы, которая сегодня двигается. И что можно сказать на сегодняшний момент однозначно, друзья, что экотехнопарк сегодня движется, развивается, только благодаря краудинвестинговой системе, которую мы с вами создали, которую мы с вами развиваем, и которая сегодня осуществляет целевое финансирование развития технологий. Друзья, пока все остальные ходят, смотрят, присматриваются, оценивают свои риски, а мы, друзья, с вами делаем основную работу. Я с большим удовольствием бы эту работу не делал, когда будет закрыт исчерпывающим образом финансирование Экотехнопарка. Но пока, друзья, без нас, к сожалению, эту работу никто не сделает, поэтому давайте делать ее более качественно, делать ее более профессионально, тем более, как показывают все новости, которые сейчас идут из Экотехнопарка, из конструкторского бюро, из наших чатов вебинара, говорят о том, что, друзья, максимумы подошли, то есть мы действительно вышли на серьезные объемы привлечения инвесторов и инвестиций, мы действительно сегодня делаем большую работу, хотя, конечно, однозначно можно сказать, что если бы этих инвестиций инвесторов было сегодня десятки раз больше, то работа шла бы еще более активно. Но здесь, друзья, мы с вами делаем и так практически невозможную работу, мы и так сегодня осуществляем серьезнейшую инвестиционную деятельность. Я могу сказать, что по мере такого развития в сентябре мы достигнем тех целей и задач, которые мы составим, мы достойно выступим, и здесь никто не сомневается, что доклад Юницкого на форуме инновационном в Берлине просто произведет фурор. Действительно, что демонстрация технологий в октябре даст новый старт к приходу новых компаний, новых инвесторов, и для этого, друзья, мы с вами все, что необходимо, делаем, и для этого, как раз, друзья, мы с вами и собираемся, работаем, привлекаем и строим. Все, друзья, строй SkyWay, спасай планету. Я думаю, что я все вопросы, которые сегодня передо мной ставились, не отвечу. Давайте, друзья, у нас с Алексеем в 19.20 также вебинар для европейской части, ну а так следите за расписанием, будем двигаться дальше. Все, друзья, всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok